друзья всем привет мы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео я вам покажу как эластичным при помощи иглы закрыть резинку 2 на 2 раньше я этим способом не пользовалась просто потому что для меня это было сложно и каждый раз путала не могла додуматься как это сделать и вот я нашла более-менее простой способ такой более-менее понятное объяснение и у меня все получилось я вот так вот закрыла резиночку 2 на 2 хороший такой эластичный способ получился видите ты обвязывала пройму нигде ничего не топорщится не фалдит мне очень-очень понравилось и так давайте приступим здесь главное понять принцип ну в принципе как и везде смотрите я петельки все вижу классическим способом если вы вяжете бабушкиными петелька бабушкины петли то вам петли обязательно нужно развернуть смотрите как вам надо чтобы у вас смотрела лицевая вот так вот а лицевая петля была расположена таким образом и изнаночная вот так у многих кто вяжет бабушкиным способом вот так она разве взвернута вам надо ее развернуть вот таким вот образом если вы вяжете вы просто петельки вот так прошли один ряд по кругу развернули чтобы они у вас вот так вот смотрели и теперь будем закрывать первые две петли за кого мы снимем следующим образом а дальше будем повторять одно и то же движение смотрите в первую петлю мы его вводим справа налево вот таким образом ее снимаем вот она такая развернутая к нам а вот в эту вот изнаночную мы вводим слева направо как бы внутрь туда внутри круга от себя мы били все и и с ним теперь мы будем закрывать петли повторяя одни и те же движения постоянно нам сейчас нужно соединить 2 лицевые петли вот так будем попарно 2 лицевые 2 изнаночные мы спицу вставляем так вот таким вот вот это у нас лицевая петля мы оставим вставляем спицу от себя вот таким образом и в следующую лицевую вставляем к себе у нас идет иголочка и петельку снимаем затем нам нужно соединить изнаночные петли нам нужно найти сейчас изнаночную вот эту вот петельку на обратной стороне она выглядит как лицевая дорожка и поэтому найти ее очень легко перевернули и вот ищем вот это вот лице изнаночная петелька вот она вставляем в нее вот таким образом и дальше вот в эту вот изнаночную от себя таким вот движением петельку пока не скидываем затем опять нам нужно соединить лицевые петельки ищем лицевую вот у нас идет лицевая вставляем сюда таким образом получается что мы вставляем справа налево вставили и в следующую и затем нам нужно соединить еще изнаночные в эту петлю вот таким вот образом вставляем ее сняли и в следующую вот так от себя выводим и все эти петли сняли со спицы все мы соединили давайте теперь по порядку делаем движение раз вставляем в лицевую вот таким образом раз вставили и вывели через другой вот раз движение петлю сняли затем соединяем изнаночной ищем изнаночная вот она изнаночная вставили 2 на этой стороне вот так вставляем от себя и и выводим углу два движения петлю не скидываем соединяем лицевые ищем лицевую соединяем также вставили сюда в лицевую и в следующую вот таким образом три движения и теперь соединяем изнаночной вставляем изнаночную раз вставили и вывели иголку от себя все это движение номер четыре было и петли скидываем со спицы вот эти две и здесь мы все подтягиваем все мы закрыли вот так вот уже давайте повторим движение номер раз соединяем лицевые вставили в лицевую в первую справа налево и во вторую также справа налево соединили две лицевые петли скидываем лицевые петли со спицы это движение номер раз движение номер два ищем изнаночную петлю нашли вставляем в нее иглу вот таким образом тоже справа налево справа налево вставили и здесь в изнаночную получается слева направо как бы слева направо вставляем движение номер два возвращаемся к лицевой петли лицевые петельки соединяем вставили лицевой справа налево и в следующую также справа налево движение номер три и теперь и в изнаночную вставляем в изнаночную также справа налево вставили сняли и вот здесь получается слева направо все и снимаем петли все опять соединили получается давайте повторяем движение номера соединяем лицевые справа налево вставили соединили их сняли со спицы затем движение номер два соединяем изнаночные нашли изнаночную петлю вот она справа налево вставили в нее спицу в следующую изнаночную кого слева направо движение номер два соединяем лицевые также справа налево раз лицевая 2 лицевая движение номер три и изнаночные петли справа налево петлю сняли и слева направо в следующую изнаночную и снимаем петлю все опять соединили вот такой красивый и эластичный край получается давайте еще разочек и так соединяем лицевые вставляем справа налево справа налево снимаем ищем изнаночную вставили также справа налево и следующую изнаночную слева направо третье движение лицевая справа налево и лицевая справа налево и изнаночная справа налево и слева направо и снять все вот такие вот нехитрые движения мы повторяем и вот такой вот красивый аккуратный и эластичный край у нас получается напоминает фабричное закрытие петель надеюсь вам было все понятно если что непонятно смотрите просто это видео и повторяйте вместе за мной и у вас все обязательно получится там доделали видео закончилось включайте еще заново и дальше продолжайте на этом у меня все я надеюсь что вы поняли это закрытие у вас все обязательно получится на этом у меня все всем пока